Посмотрите, на доставку мы вызвали бортовой автомобиль с ТЭНом. Почему с ТЭНом? Потому что всегда, постоянно ведется работа по контролированию всех процессов. Техник перекатился, просто на тележечке перекатился. Добрый день, шановные сподарства, вы на моем канале Коминбай. Сегодня я вам расскажу про этапы, с которыми вы можете столкнуться, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Это поставка на объект каминных топок в премиум классе. В данном случае вы видите на разгрузке каминную топку Хокстер Хака 8945 с шамотным черным исполнением внутренней футеровки и двойным стеклом. Посмотрите, на доставку мы вызвали автомобиль, у которого бортовой автомобиль с ТЭНом. Почему с ТЭНом? Потому что в процессе, пока едет топка, могут попасть камни, либо еще какие-то элементы с других автомобилей, с подколес проезжающих автомобилей, именно в каминную топку. Поэтому был ТЭН. И ТЭН сверху снимается. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли поднять топочку. В прошлый раз, конечно, все было несколько дней назад проще. Вот эту тумбочку, которую вы видите, которую плиту будут заливать, сармированную, ее не было. И мы могли ее подтянуть спокойно с правой стороны. Но когда мы приехали сегодня, мы увидели подготовку под монолитные работы. Поэтому трактор, слава богу, был на объекте. Мы спокойно подняли ее. И сейчас вы видите, что есть несколько людей, которые постоянно контролируют. Это грузчики, это непосредственно сам Владимир, который помогает мне на этом объекте с установкой каминной топкой. Здесь у нас, сейчас мы переставляем сам трактор, потому что вынос стрелы не позволяет нам достать. Смотрим еще несколько этапов. У нас алюминиевый профиль. Это в пол у нас дверь идет. И алюминиевый профиль. Очень дорогая вещь, поэтому не дай бог вы ее повредите. И грузчики сразу приезжают с металлическим листом. Ну а мы на объекте уже подложили сами плитку. Подкладываем для того, чтобы был перепад. Видите, вот это вот алюминиевый порожек, который можно легко повредить. Напоминаю, вес каминной топки 350 килограмм. Это вам не шутки, друзья. Что-то если с этой топкой пойдет не так, потом, конечно, вопросы будут у меня, так как я человек и компания, которая взялась полностью за объект под ключ. А сейчас каминная топка аккуратненько заедет. Мы ее поставим. Чалки внизу идут. И помимо чалок еще пацаны сверху подложили картон. И там он несколько слоев. Он довольно плотный. То есть его руками вы не разорвете. И будем поднимать вверх сейчас мы каминную топку. Вывешивают ее по центру. Это два профессиональных грузчика, которые знают свое дело. Которые занимаются погрузочными и разгрузочными работами. Почему? Потому что этим должны заниматься именно люди, которые знают, что делают. Они приехали со своей тележкой. Они приехали со своим металлическим листом. Они приехали с брусками, которые даже они сейчас подкинули. Они приехали вместе с ними. И сейчас аккуратненько каждый сантиметр, каждый миллиметр здесь имеет значение. Почему? Потому что, еще раз говорю, это строительный объект. Идет стройка. У нас нет вариантов никаких на ошибку. Топка дорогая. Можно сказать, даже очень дорогая. Еще хочу сказать следующее. У нас компания Хокстер. Раньше мы могли ее доставить в течение двух-трех месяцев. То есть проект велся от нуля до полгода. Сейчас все гораздо тяжелее после 22 года. После начала спецмедведпредоперации. Сейчас топки в Беларусь едут в течение полгода. А то и более. Ну, еще хочу сказать, что компания Хокстер официально не поставляет топки в Российскую Федерацию, так как они дорожат своим именем и своим брендом. Большинство производителей европейских либо дают год и более, либо вообще отказываются поставлять в Россию. Почему дают год? Раньше российский рынок рассматривался как основной, либо второй после европейского. Сейчас нет. Сейчас те даже производители, которые поставляют в Россию, они уже ставят свои топки, свои отгрузки в Российскую Федерацию на самую последнюю очередь. То есть сначала закрывают все нужды своих контрагентов в Европе и людей, которые находятся, фирмы, вернее, которые находятся не под санкциями, а потом только поставляют уже в Россию. Ну, скажу так, таких компаний осталось в России. Мало кто поставляет. Хокстер – это одна из тех компаний, которая отказалась поставлять в Российскую Федерацию. Я еще раз говорю про официальную поставку. Вполне возможно, что они не официально поставляются, даже не вполне возможно, а возможно. Ну, как бы ни было, это факт. Здесь, смотрите, трактор переехал, сейчас ковш немножко подрегулировали для того, чтобы можно было приподнять. Всегда постоянно ведется работа по контролированию всех процессов. Сейчас приподнимаем, аккуратно все вывешивается, все поднимается на поддоне. Каминная топка приходит запечатанная. И сейчас, все еще раз говорю, полностью, даже вот этот уголок, я знаю, что можно было немножко кульнуть. Я придерживаю ее для того, чтобы, не дай бог, где-то что-то пошло не так. Потому что отделка, потом какие вопросы? Конечно, ко мне будут вопросы, потому что ко мне люди обратились за работой. В мою организацию люди обратились для того, чтобы мы закрыли весь процесс. И вот аккуратненько подставляем сейчас тележечку. И на тележечке находятся два бруска. У меня, честно, было сомнение, потому что бруски эти выдержат. Ну, грузчики, специализированные грузчики, давайте я их так буду назвать. Это специализированные грузчики, которые знают, что делают. Они говорят, Дима, не волнуйся, все мы сейчас выставим, все поставим. Главное поставить топку ровно. Потому что я хотел брусы взять побольше, там 100 на 100, либо минимум 50 на 50. А здесь брусок буквально небольшой, там 30 на 30. Ну, с другой стороны, да, что здесь ломаться, потому что нагрузка вся идет по центру. А бруски служат просто для того, чтобы по поддону выставить, отцентровать его. Сейчас идет подгонка. Ловим каждый миллиметр и постепенно будем опускать. Тракторист тоже волнуется, потому что не каждый день он выполняет такую работу. Это нестандартная работа, которая требует определенного внимания и осторожности. Сейчас аккуратненько спускаем мы топочку на бруски. Один приподнялся, чик-тележечка, аккуратно, все под контролем и все. И выставили. Все, еще раз говорю, специализированные грузчики приехали вместе со своей тележкой. Потому что я им поставил задачу, аккуратненько, грамотно надо довести. Если бы не было бы трактора, решали бы проблемы по-другому. Всегда все вопросы можно решить. Вопрос только в ценовом диапазоне и на сколько это будет потрачено денежных средств. Одно дело, конечно, когда ты тратишь в районе 100 долларов. Другое дело, когда ты тратишь на доставку, на разгрузку, погрузку в районе 300 долларов, 200 долларов. Да, поэтому нечего удивляться. Я, конечно, поражаюсь людям, когда покупают дорогущие топки и сами берутся за доставку. Но, с другой стороны, это их право. Ответственность вся на них. Но в нашем случае мы просто доставляем каминную топку к нашему дымоходу. Овальный дымоход. Мы его грамотно установили еще несколько месяцев назад. Ну, а теперь дело осталось за малым. Вот видите, как сыграл чик, перекатился. Просто на тележечке перекатился. Все, подтягиваем аккуратненько. И сейчас будем устанавливать на штатное место. Здесь немножко бардак, но вот эта вот стенка, которая справа, где вы видите кабель, кстати, здесь сервопривод будет работать автоматически, от кнопки будет работать, где открытие-открытие будет клапан. Сейчас пацаны делают тягу по 175 килограмм на человека, аккуратненько спустят. Да, немножко дыхания задержим и ждем. Пацаны крепкие, спины крепкие, но еще раз говорю, лучше обратиться в компанию, которая сделает эту работу. Друзья, для чего я снимаю этот видеоролик? Для того, чтобы вы понимали, когда каминная топка, либо печь, либо эта аккумуляционная печка стоит от 5 евро и выше, 10, 15, 20, 30 евро, то своими силами это все сделать очень проблематично. Я вам не советую. Одно дело, когда вы покупаете топку там 500, 600, 1000 долларов, вы берете плечиками на ручки и понесли. Поэтому вот эти вот все моменты, то есть не дай бог что-то пойдет не так, то вы уже как потребитель никому ничего не предъявите. Мы здесь обратились к профессионалам, которые знают свое дело и знают нюансы, с которыми они столкнулись. То есть они приехали с тележками, они приехали с металлическим листом, они приехали с щелками для того, чтобы закрыть вот эти все вопросы. Потому что они занимаются, они, это грузчики, компания, которая устанавливает и переносит на своих плечах тяжелые предметы. Видели, пацаны, становые сделали 170 на двоих. И для них это не проблема. Для меня это сейчас проблема. Конечно, и для любого человека, который не работает с тяжелыми грузами и с весами, это тоже проблема. Поэтому учтите вот эти моменты, которыми вы можете столкнуться один на один лицом к лицу. Хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписываемся на мой канал, заходим в Инстаграм. Ну и, конечно, шановные, до побольшения. Продолжение следует...